итак друзья всем привет сегодня 21 сентября 2021 года ну что ж продолжаем масштабный эксперимент пятую часть ребята я сейчас выставлю расскажу что сейчас на пасеке у меня происходит спустя недели чуть больше немножко ребята запаздываю потому что в субботу не смог выпустить видео сами понимаете тоже есть другие дела ничего за неделю особенного не произошло ну посмотрим в каком состоянии у меня пчелосемьи какие работы небольшие я произвел у себя здесь на тачке на домашнем ну что ж что я делал на этой неделе на прошедший да ребята показывал видео здесь у меня вот раи 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 там еще раи несколько раев я пересадил вот улей старые как бы в тяжелые были у меня полегче улей кое-какие я пересадил раев ну что ж пересадил показывал показывал как пересадил были конечно комментарии там я разрывал расплод как бы у этих раев показывал чтобы семья перезимовала ну что ж я думаю что все будет нормально были комментарии что не перезимуют ребята если кто-то понимает в зимовке пчел хоть у нас и урал сама длинная зимовка то все происходит нормально здесь сейчас у нас похолодание пришло сегодня было минус пять ночью очень хороший такой заморозок и что ж клубы стали сжиматься расплод естественно у многих тела семей уже давно исчез в улье этого особенно в основных семьях там расплодов фактически нет уже давно а вот то что раи потом я меня в молодых маток так кстати вот здесь тоже улей я пересадил вот этот синий был большом то молодые матки в раях как правило у меня погнали расплод удал я им волю конечно чтобы они у меня поработали почервили маточки чтобы ну семейки небольшие раи конечно есть конечно и хорошие так что там был расплод расплод я разбил полнометными рамками ребята не забываем то что вот в улочке если одна малометная рамка если мы ее поставим между двух полнометных то в улочке будет достатке кормов перезимовать всю зиму и еще кормов хватит в этой улочке до весенне-летнее развитие фактически но главное нам что главное перезимовать так что ничего страшного что я разбил расплод такими рамками но это конечно не окончательно если вдруг у меня появится какое-то время свободное то я могу когда выйдет этот расплод это видео было снято 13 сентября надеюсь на сегодняшний день там расплода фактически уже нет но я еще немного подожду и возможно эти малометные рамочки уберу дота единственная семью я вам показал где там было три рамки расплода но одна рамка более-менее такая полнометная было две конечно маловато там было корма но я разбил если ничего делать все равно сейчас пчелосемья это перезимует но там кормов в достатке можно конечно эти две рамочки просто убрать если будет время я уберу нет и не надо ладно идем дальше что еще я производил какие работы но еще произвел контроль улья фрута пойдут зимовать под снег проконтролировал чтобы у них верхний корпус был полнометный потому что эти семьи пойдут зимовать под снег дальше давайте сходим посмотрим у ли беннинхаус что я с ними сделал эти улей ппу неоднократно их показываю себя в этом году я буду производить эксперимент уже произвожу и посмотрим как будут зимовать они у меня зимой сравнить бог их с ульями рута в общем зимовки будут какая зимовка вот вот у этих беннинхаусов будет закрытый верх внизу будет открыта полностью сетка у рутов естественно будет низ закрытый ну открытые только будут клетки и еще дополнительно вот вентиляция через верх в эти улей беннинхаус я поставил пустые магазины на дно и корпус сокращенный посмотрим что там у нас можно было положить не пленку ну положок попался под руку вот так вот ребята на 8 рамках там внизу сетка пока до прикрытое здесь свете стоит заглушка поддон буду делать еще как бы обработку производить и буду смотреть осыпь клеща в общем что хочу сказать по двум обработкам я ложил пластины один-два где-то клеща выпадала и все потом еще вложил раз на второй раз пластины клеща я вообще не видел попробую еще обработать их дым пушкой посмотрю бипин с керосином вот смесь ну пасеку я свою обработал уже бипин с керосином на один раз и до этого еще ложил полоски китайские у кого полоски всегда спрашивают какие я вожу но это китайские там ссылку оставлю внизу кому интересно заходите смотрите хотите заказывайте эти полоски я уже использовал в прошлом году они работают все ясно понятно я по ним рассказывал ложу одну полоску на одну семью поперек рамочек все второй улей здесь у меня стоит пустой магазин хаус а вот такая интересная картина надо будет магазин этот убрать человеке как снисают пчелы много в этих ульях я неоднократно говорил что маточек я сменил здесь матки молодые сигалетние в этих обеих ульях также семья это пойдет зимовать на восьми рамках засовная небольшой один колодец сбоку вот и низ и будет полностью открыта сетка все ну в общем какие у меня сейчас семьи давайте я вам покажу ребята ну чтож вот тут вот тут вот ряд можно посмотреть в каком застоянии вот видите ребята образовался уже клуб про две рамочки я говорил они у них в запасе пойдут на весну я их не убираю там тоже кормов в достатке вот здесь вот тоже клуб образованный пчела есть пчелы неплохие почти в зиму опять вот так вот пчелы и эти клуб как бы расположен впереди стенки кормов у них в достатке клуб неплохой 16 рамочный улей передней стенки клуб внизу где-то там находится так как минус 5 дало свое как бы пчела сразу ужалась здесь прекрасная семья на рост и вот эти вот я не убираю ребята их уберу весной они способствуют для вентиляции для перехода пчел из улочки мучку хотя это и не знаю нужно не нужно ну видимо пчелы сделали это нужно им потом ребята я буду обрабатывать когда еще может быть и пикеров сверху сделаю вот таким образом сделаю ребята вот таким образом отогну положок и утепление ну вот сколь полтора два сантиметра здесь у сзади стенки и в таком виде семья пойдет у меня в зимовник летки будут зимовники тоже открыты улев передние все полностью верхние рядки круглые будут полностью открытые вот прекрасные семьи да еще хотел бы ответить на небольшой комментарий чего только не запишут мир ребят ну что ж я показывал как я обрабатывал дым пушкой дым пушкой обрабатывал было у меня время до этого я оставил как бы когда снял все надставки сократил гнезда сразу поставил полос потом через недельку где-то получилось у меня так я сделал обработку бипидом с керосином в общем сбивал клеща один товарищ в общем написал поздно уже лечить пчел пчела уже вся пока цена ключ клещ уже сидел в расплоде в общем поздно это было что я делаю вот так вот лечу ребята человек не понимает что я еще не только это мои не первые обработки в 2021 году от клеща вара обработки делались у меня еще и в летний период когда не было еще магазинов я успел пару обработок сделаю сделал обработки были у меня дым пушка с керосином так что клеща ребята я сбил ну а это товарищ видимо не понимаете его вот так работает не знаю как вот работает ну пишет пишет таким образом как он знает что у меня клещ побил пчелу уже и он сидел в расплоде и там гуссовская пчела пойдет походся до клещом да никак никак клеща я хорошо хорошо как говорится и летом побил контрольные вот я делал несколько ульев смотрел клеща фактически не было это меня радовало нужно плакать тогда ребята когда вот сейчас вот после обеда сбора делайте вы обработки и смотрите клещ у вас сыплется вы возможно конечно радуетесь что препарат работает одно время помню вот этот бипит не работает московский там были казанский т.д. ц.д. были такие слухи ну может быть да может какие-то подделки были а когда вот клеща видите что у вас после беда сбора сыплется куча красное вот там сотни ну не знаю сколько почему плакать надо да ребята вот тогда то вот клещ точно успел поработать с расплодом семьи пойдут конечно более ослабленные я свои семьи ребята показал семьи прекрасные уйдут у меня сейчас зиму клубы ужались ходи сидят ниже и в этих семьях у меня фактически все полнометные рамки на которых сейчас пойдут пчелы зимовать так что я за своих чем нисколько не переживаю пусть тот товарищ кто пишет такие комментарии мне пусть сам переживая за своих пчел лечит пчел как он лечит он бы рассказал как он лечит ничего не говорит ладно бог с ним в общем что еще ну еще дурацкие комментарии есть увидели ну видите ребята я всегда работаю перчатках сетка у меня понтов я никогда не делаю чтобы я работал там без сетки ну каждый по-своему работа кто-то может быть и работает без сетки все да хоть знаете хоть пусть штаны этот стебет и без штанов а вот где-то какое дело я работаю так сетка перчатки и он еще называют мои перчатки пчеловодные крагами с ними краги зачем я буду снимать эти перчатки если я работаю на пасеке я не знаю пасека какая у меня ну не знаю может быть из-за деревьев кто-то смотрит что пасека виднеется ну или может быть 20-30 думает здесь не 20-30 здесь 300 плюс ребята там все пчелосемьи сидит стоят там за этими деревьями там конца края нету стоят мои пчелосемьи во всем что с такими объемами раз получишь ужаливание 2 мне не интересно получать ужаливание от пчел я работаю со пчелами мне нужно работать быстро оперативно и мы так работаем а кто по-своему работают без сетки без перчаток это дело каждого работайте ребята на здоровье и вам это приятно получать ужаливание видимо вы на больших пасеках не работали и не знаете что такое ужаливание пчел каждый день по несколько раз ну что ж ребята ладно пятую часть я по зимовке пока заканчиваю потом посмотрим вот и шестая часть так как я пообещал что будут снимать видео рассказывать какие работы произвожу у себя на пасеке ну вроде бы все все ребята ну что ж подписываемся жмем на колокольчик что не пропустить следующие видео все друзья пока и до новых встреч